Друзья, я до сих пор в шоке от того, что произошло 10 минут назад. Это просто шок-контент. Я вам отвечаю, вы такого точно не видели. Короче, как вы знаете, Тотти команда у нас вовсю хайпует. В прошлом видеоролике вы видели, я поймал двух нападающих Тотти. И дальше на очереди были полузащитники и полузащитницы. Также у нас выкатили пик с кумирами. Открыл сразу на четырех аккаунтах. Просто поверьте мне, что это было что-то невозможное и легендарное. Ну а после просмотра сегодняшнего видоса, предлагаю вам перейти к Фидосу и посмотреть, как он провел день со мной. Получилось довольно-таки душевно. Ссылочка будет в описании. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, напомню вам о моих спонсорах. Это мои лучшие друзья из компании Пари. У них на сайте вы можете найти спортивные события на любой вкус. Начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Ну и самое главное, у них новая акция. 2024. Посылочки в закрепленном комментарии. Вы можете забрать фрибетик и кайфнуть. А если вам нужна, друзья, новая EFC, различные новиночки, подписчики на все, что душе угодно, ссылка на мой личный сайт также будет в описании. А начали мы все это дело с разогревчика. Пики на кумиров для подписчиков. Да, угли, сейчас я пик посмотрю. Пик посмотрю и за углями. Давай, братан, желаю удачи. Смотрим и видим, что? Эй, усыпью! О, поздравляю! Вот это топ! Мы сейчас открываем и видим нечто грандиознейшее. О, ребята, это пик моей мечты! Это пик моей мечты! Я хочу Яшу на себя! И смотрим, что же ему дропнется. И дропнется ему... Луи... А, ну тут есть из чего выбрать, кстати. Луи Шфигу. Обели еще. Желаем и тебе удачи. Прошлому повезло. А тебе? Ну, Кантона. Смотрим. Вот это пик. Зика Кантона. Ну это бан. Такие пики ловить. Так, поехали. У тебя состав говна, конечно. Постараемся улучшить. Нормально, само или то. Пире с принцей Кафу. Ну, Кафу ты, судя по всему, не собирал. Оп! Открываем! Пак за 3000 поинтов. Че, ребята? Поймал Роналда Зубастик. Что за свечение? Бразилия по ФЗ. Да ладно, мы поймали Кафу. Мы поймали Кафу. Вы только на это посмотрите. Ну че, поехали. По нарастающим. Мы на моем четвертом аккаунте, где мне везет с героями. Вот она. Вот она, плашечка с Зубастиком. Из уха 87. Но это давно какое-то. Это Уайн Руни. Когда-то был играбельным. Вторая карточка. Это Бастин Швайнштегер. Я его статы наизусть знаю. Третья карточка. Да. Что за говно мне упало? Алло, блядь. Че, такой вот составчик? Что бы я хотел здесь улучшить? Наверное, прям хочется топового форварда. Ощущение, как будто бы это говно какое-то. Блядь, Куман. Какой нахуй Куман? Какой нахуй? Опять Швайнштегер, блядь. Ну вы че, издеваетесь? Ну какой нахуй Швайнштегер опять? Ну и третья карта. Ну пиздец. Ну что за говна мне насыпали? Что это такое, блядь? Короче, мы на бездонатке. Вот такой вот состав прекраснейший. Не есть к чему стремиться, опять же. Последний раз вот у меня есть кровь, падал. Вот, но хотелось бы что-то, знаете, уже более уверенное в защиту. То есть Магуайр, Коновару, это, конечно, хорошо. С ними можно делать один из побед. Но хотелось бы что-то прям отличное. Так, первая картонка. 99 защита. А, блядь, ну уверенная защита, уверенная защита, уверенная. Я просил что-то уверенное, блядь, вот дали уверенное. 99, куда уж больше. Так, дальше у нас вратарь в ванне Столрой. Худший вратарь в этой игре, спасибо. Блядь, вы издеваетесь нахуй. Че это за дерьмо, блядь, опять очередное? Ну просто три пика на кумира. И все дерьмище полное. Можно, конечно, по фану попробовать поиграть? Может, за счет дефа 99 будет как-то вывозить? В чем я очень сильно сомневаюсь. Так, друзья, я на своем лакерном основном аккаунте, где у меня просто сумасшедший состав. Предыдущие три аккаунта. Это просто стена полнейшая. Так, 88 дриблинг, ну понятно. Это ван Бастен. Охуеть, что за... Что за легенды мне сегодня падают? Кто? Кто? Блядь, сократ. Что за кал, блядь? 66 физуха. Господи, че? Опа, она. А вот это 91 дриблинг. Подождите. 90 удар. Блядь. Блядь, ну я себе уже нафантазировал тут, блядь. Дриблинг 91, удары 90 и пейс 83. Блядь, 4 аккаунта, 4 стены. Это просто трагедия. Пак за 3000 поинтов. Говорят, здесь что-то будет грандиознейшее. Тем более, когда в виде плашки, зубастик. Ух, ща будет вкусно. Ребята, ну это боль. Пак за 4500 поинтов. Ну здесь же должно повезти. Как вам? Как вам пак самый дорогой в игре? Нормальный? Прикольный пак? Да ладно, стрит сколько Тотикарчика я поймал. На самом деле, я наловился уже Тотикарчик на несколько викинг-лиг вперед. Что за свечение, друзья? Канада? ЛЗ? О боже мой. Зачем я это сделал? На хуй я собрал ЛЗшника за почти миллион? Кто ответит на этот вопрос? Так вот, закончился мой стрим. Где, ну, дроп откровенно скажем, не очень. Тоти не поймали. Все пики на кумиров вскрыли. Да, подписчикам наловили классные карточки, но себе, любимому, ничего. Как вы знаете, у меня 4 аккаунта. Я уже отыграл 3 викинг-лиги на 3 аккаунтах. Показывать даже вам особо нечего. Просто скажу, что 3 викинг-лиги у меня пролетели вот так вот по щелчку. Там буквально по 2 часа на каждую велку. Я, как вы знаете, просто тупо 11 делаю. Дальше даже не пытаюсь делать результат. Так вот, быстро добивал до 11, ничего не видел. И вот, собственно, захожу на свой лакерный аккаунт. Тот самый, где мне постоянно сыпят какие-то невероятные карточки и каких-то сумасшедших пак. Я вам напоминаю, на этом аккаунте мне R9 упал в предпросмотре. Ну, не мне, а подписчику. В итоге я этот аккаунт выкупил. Но я знал, что это будет какой-то сумасшедший лакерный аккаунт. И вот. Как видите, мое выражение лица немного расстроено тем, что за 3 викинг-лиги я ничего совсем не поймал на 3 аккаунтах. Захожу на свой лакерный аккаунт. Смотрю, что какие-то задания там обосранные. Есть какой-то пик 78+. Я его открываю и просто улетаю в космос. Что? Что? Я не могу орать, у меня спят. У меня спят. Что? 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 Блядь, я не могу орать, у меня девушка. Короче, сегодня уснула чуть пораньше. Я сидел тут на фоне, щелкал. Это как, возможно, 78+. Это мой лакерный аккаунт. Я только что отыгрывал 3 викинг-лиги на 3 предыдущих аккаунтах. Мне просто за щеку надавали. Тут, блядь, 78+. Ебанись, ребята. Я, я клянусь, я не понимаю, как это работает. Вот вы видели нарезку сейчас и... И вы видели, сколько боли я вчера перетерпел. Сколько паков я открыл. Ну, вы все наверняка не увидели в нарезке. Но просто, знаете, я там паков 100 открыл. Все большие паки. Этот лакерный аккаунт, на котором я каждый раз охреневаю от дропа, удивляет все больше и больше. Это получается в пике 78+, за какие-то задания. Так, я точно умеру, да? Охренеть. 2 ляма плюс. Стоит ли вам, друзья, говорить, насколько же я ошалел? Это просто что-то невероятное. В пике 78+, за задание поймать ребери. Это топ-3 еще из всех карточек. На первом месте зубастик, на втором вера и на третьем ребери. С такими сумасшедшими плейстайлами. Это финесики и R1. Плюс еще 3 вэлки имеет со стандартами. За недельку до этого, кстати, я ловил его вот эту вот карточку. И в целом она мне понравилась. То есть там какие-то голы забивал, ассистики делал. Но в целом я чувствовал, что чего-то этой карточки не хватает. И я понял, чего. Это золотых финесов. Плюс статки нормально подкрутили. Короче, ребята, я не знаю, что с этим аккаунтом. Это просто какое-то сумасшествие. Я понимаю, что многие, наверное, ждут геймплейный ролик за фулл-тоти-скват. В принципе, тут из арендованных. Я вполне себе это все могу собрать. Там вот Путелес у меня на 50 матчей. Там Бунмати на 20 матчей. Не знаю, как это в один ролик совместить. Возможно, сделаю там даже 2-3 геймплейных ролика с тотти-карточками. Но то, что произошло, это жесть. Вот, собственно, бест теперь у меня на ПФА. Рибери на ЛФА. Дальше у нас выходят защитники на днях. Наверное, я скипну защитники и ворвусь уже на фулл-тоти. Опять же, в последнее время часто стримую. Твич в моем описании. Переходите и пишите, что думаете насчет вот этого дропа. Я просто в шоке. Как такое получается? Как такое возможно? Это реально какой-то сумасшедший аккаунт. Рибери в пике 78 плюс за задание. Я еще раз напомню, вдруг вы не расслышали. Такие дела. Всем спасибо. С вами был я. Лакер Тысячелетия. Пандос Фикс. И всем хорошее настроение. Чао, какао. Продолжение следует.